Я быстренько покажу, уже не затачивая, я быстренько покажу инструменты, которые мы ввиду отсутствия времени не показали. Первое, значит, для станка DEMS TESAR у нас есть приспособление для заточки ножей электрофуганков и обычных рубанков. Значит, данное приспособление на ленте затачивает режущую кромку. Да, нужна определенная сноровка, определенный опыт, но решение данных деревообрабатывающих инструментов возможно. На самом деле, Эдуард, я вам просто сейчас перебью вас и скажу о том, что сноровка в том-то и дело, что удобство станка TESAR заключается таким образом, что я сейчас ставлю угол 45 градусов. Ну, я думаю, что мы потратим, сейчас уделим время нашим ребятам, мы просто покажем, какая есть интересная штука сделанная. Вот, то есть, да, здесь сейчас угол у нас идет, да, то есть это все вот так вот достаточно быстро закладывается. Я уже подготовил данный нож, я его укрепил, ну, то есть чтобы здесь его длина 150, здесь, по-моему, насколько я помню, позволяет, но, честно говоря, вот мы сейчас сделали для, ну, такого для миксера, ну, типа как дробилка, да, то есть идет вал деревьев, туда закидывается пенек, и от него образовывается труха. Вот, то есть вот мы его установили, и на самом деле наша просто задача, там, ну, я имею в виду, там, встать рядом со станком, и вот оно движение, как бы здесь, ну, на самом деле даже, ну, сноровка, это единственное, что это первые вот две минуты. Ну, в любом случае, первая заточка ножа будет, нужно снять страх, нужно запомнить мышечную, ну, так сказать, мышечную память привить, ну, и таким образом, устанавливая угол, вот таким образом можно заточить. Устройство довольно-таки простое в обращении, и для какого-то сегмента... Да, я просто сейчас сделаю касание, я не буду затачивать нож, но вы поймете, что здесь вот для данного ножа, и к нам очень часто стали приходить вот именно с ножей из подфуганков, да, то есть электробанки, вот, и мы начали, она у нас просто вот, ну, полгода лежала без дела, а тут мы за последние две недели, да, за последние две недели мы на этом заработали, ну, то есть вот оно, идет подвод, и все достаточно мягко и быстро происходит. И самое главное, что мы можем именно начать и закончить одним и тем же, ну, то есть подачей одного и того же угла. Ну, и быстро можно снять, проверить. Да, 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 то есть мы снимаем с площадки, то есть вот я сейчас смотрю касание, я уже в нижней части фасочки, вот, соответственно, мой угол сейчас чуть острее, чем был на самом деле, вот, но рекомендуемый для них где-то 45-42 градуса, то есть, ну, в пределах от 35, даже, скажем, до 45. Но вы это, опять же, можете, ну, как бы делать подводы. Еще я вот такой забавный, интересный момент хотел бы поделиться с вами, рассказать. Это именно забавность заключается в том, что заточка на данном станке ADEMS-TESAR с помощью приспособлений для электро, так скажем, рубанков и фуганков, оно выявило новую целевую аудиторию, которую мы до этого не знали и буквально недавно о ней узнали. Это именно производители масок, производители масок, медицинских масок, которые делают это в большом количестве. У них есть оборудование автоматической резки ленты для производства масок и у них подобные ножи, ну, немножко другие, но очень похожи на такие ножи, используются в производстве. Они одеваются на барабан, барабан вращается и при вращении он нарезает эту ленту и формирует, соответственно, геометрию будущей маски. Таким образом, сейчас в условиях вот этого бума спроса и все остальное, вы можете также поискать таких производителей и к ним обратиться и сказать, что вы можете с помощью станка ADEMS-TESAR, с помощью своих знаний и умений, с помощью приспособления оказывать и зарабатывать на данном виде услуг.